здравствуйте мои дорогие ребята я продолжаю отвечать на ваши замечательные вопросы каждый день поэтому обязательно все вопросы которые вы бы хотели озвучить вот в таких видео ответах либо же в лайв трансляциях пишите в комментариях под этим видео и не забывайте о подписке на канал буду вам очень благодарен а сегодня мои дорогие у меня абсолютно особенный вопрос а точнее скажем самый часто задаваемый вопрос от людей которые понятия не имеют ничего о голоде и постоянно привязаны к судочкам к пище и к классической схеме питания для людей которые используют допинг либо же просто не имеют представления о том как работает наш организм я специально поставил на аватарку мою фотографию последнюю в инстаграме ребята вот скажите мне пожалуйста на этой фотографии я похож сильно на человека который просто уничтожил себя голодом а на этой фотографии я похож на человека который превратился в скелет потому что он есть один раз в день да ребята я ем один раз в день по схеме 23 1 либо по схеме 22 2 то есть 1 2 часа в сутки все остальное время я не то что не чувствую голод я есть просто не хочу и сохраняю колоссальную отдачу энергетическую вот сейчас я вам озвучу вопрос замечательный от нашей подписчицы от виктории вейс и мы его разберем и вы поймете о чем вообще сейчас я здесь разговариваю интересное видео пишет виктория но как же кортизол который у нас повышается при голодании и провоцирует последствии отложения жира так как организм затем будет делать запасы и опять же в первую очередь организм стремится избавиться от мышечной массы которую мы таким трудом зарабатываем которые нам необходимы для грубо говоря жиросжигания я занимаюсь фитнесом и наоборот контроль уровня глюкозы крови дает хорошие результаты виктория огромное вам спасибо за этот вопрос и сейчас я разберу его по пунктам по высказываниям и объясню почему вы заблуждаетесь практически в каждом из них первая часть этого замечательного вопроса которую мы сейчас будем разбирать звучит следующим образом интересное видео но как же кортизол который у нас повышается при голодании и провоцирует впоследствии отложения жира так как организм затем будет делать запасы классическая страшилка о отсутствии завтрака на тему периодического голодания ребята почему вы все так боитесь кортизола кортизол это прекрасный гормон который позволяет вашему организму избавляется от лишней массы почему мы все так его боимся да потому что нам всем жестко промыт мозг от наших стероидных братьев спортсменов которые блокируют кортизол при использовании допинговых препаратов естественно при отмене препаратов которые колятся целая волна кортизола нахлынувает на организм и естественно она является главной причиной расщепления катаболизма использования лишней абсолютно неестественного наращивание мышечной массы путем использования гормонов извне вот это и есть главная цель кортизола помочь организму избавиться от неестественно наручного не своего почему вы так боитесь со страшной силой кортизола вы наверно просто не понимаете почему он не опасен для натуральных атлетов и опять же я подчеркиваю ребята я ем два или один час в сутки если бы кортизол расщеплял мои мышцы почему я выгляжу вот так я опять же не претендую никоим образом на звание мистера олимпия или на какие-то сверхъестественные достижения в области развития своего тела я вешу 75 77 килограмм я могу пробежать 25 километров и пожать от груди 120 это абсолютно не фантастические показатели но при этом я вы же чувствую себя прекрасно для меня это показатель здоровья я не вешу 120 я не могу потянуть и становую тягу 500 килограмм но я это делаю абсолютно натурально и я буду это продолжать делать 40 50 60 70 и 80 и позвольте заметить что я не просто человек который занимается фитнесом и кроме этого я больше ничего не делаю в своей жизни это малая доля того чем я занимаюсь я веду пг марафоны я рачу двоих детей я семьянин я активный член общества для меня фитнес это большая составляющая но я не живу в зале нужно это понимать сейчас я проводил пг марафон и в этом пг марафоне который длился 21 день я вам честно скажу я занимался в зале один раз вот это мои дорогие показатель естественно наращенной мышечной массы она никуда не девается она не растворяется то что ты не ешь она никуда не девается то что ты в зале не фигачишь каждый день если ты это заработал мать его тяжелым натуральным своим трудом годами десятилетиями тренируюсь годами десятилетия развивая свое тело она никуда не девается не бойтесь страшного кортизола потому что это ваш кортизол ваш гормон который не будет ваши же мышцы использовать как вы сейчас пишите следующее и опять же в первую очередь организм стремится избавиться от мышц которые мы таким трудом зарабатываем которые нам необходимы для грубо говоря жиросжигания абсолютно не корректное высказывание ваш организм отдает тотальный приоритет в сохранении вашей мышечной массы потому что это биологически связанное с выживанием единица ваш организм с огромным удовольствием и в первую очередь будет расходовать ваш жир потому что это и есть ваши запасы энергетические не ваши мышцы поверьте для того чтобы вы докопались до процесса разложения ваших мышечных структур на элементарные аминокислотные составляющие организм начал их использовать в энергии вам нужно голодать не меньше 15 дней это уже полноценная голодовка это уже совсем другие процессы сейчас мы говорим с вами о каких-то 16 20 часах 48 72 даже 96 часах а кортизоле речь вообще не идет почему вы думаете что организм будет сразу расщеплять мышечные массы о чем мы говорим тогда опять же меня бы не осталось если бы это происходило если бы это было правда я всегда говорю никогда не старайся людей приучить заставить верить в то что ты веришь сам показывать своим примером своей активностью своей физической формы и люди последуют и это именно та ситуация о которой мы сейчас говорим опять же фотокарточка ребята какие мышцы расщепляются кто куда уходит расщепляется и уходит жир повышается васкулярность повышается выносливость вы избавляетесь от лишнего сала и начинаете жить дольше приступаем к следующей части замечательной я занимаюсь фитнесом и наоборот контроль уровня глюкозы крови дает хороший результат и конечно вы все там правы контроль уровня глюкозы крови дают хорошие результаты если вы привязаны постоянно к грибаным судочкам если вы привязаны постоянно к тому чтобы перекусить и дальше идти тренироваться вы просто завязаны на элементарной схеме обмена веществ не включая в эту схему работу вашего организма по-хорошему что происходит вы съели вы потратили вы съели вы потратили и естественно у вас ярко выраженная инсулинорезистентность которая не дает вам возможность качественно использовать ваш гликоген вы расходуете гликогены вот такие мизерные количество вашем организме что его постоянно приходится восполнять моего гликогена достаточно в организме для того чтобы я не ел 72 часа и каждый день мог проходить 25000 шагов и в это время ввести пг-марафон в котором 90 человек растить двоих детей еще проводить 8 тренировочных сессий каждый день с учениками и мне хватает энергии почему потому что запасы депо энергетические с лихвой покрывают все мои потребности а потребности очень немало примерно 2000 активного расхода каждый день помимо базового метаболизма это называется правильно настроенный расход калорий в организме когда у вас есть приоритетные источники энергетических депо вы не привязаны к яблокам и не привязаны к сокам и не привязаны к энергетикам и не привязаны к завтракам к обедам или к ужинам если вы не имеете калорий ваш организм использует ваш жир если вы имеете калорий ваш организм использует ваши калории для энергии и все когда вы спите ваш организм качественно восстанавливает ваш гликоген из вашего жира элементарно простая схема которой мы все забываем и почему-то думаем что нам нужно постоянно жрать 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 и жрать потому что иначе же никак иначе же ваш организм растворится и вас не останется вообще в принципе останутся одни кости и вообще вы просто пропадете как атлета вы ничего не сможете сделать это все чистой воды херня и к сожалению виктория которая написала этот комментарий просто заблуждается и просто воспитана на этих псевдознаниях о том как нужно питаться тренироваться выглядеть в конце концов здоровому человеку не использующему допинг виктория хочу выразить вам огромную благодарность за этот замечательный комментарий который явился почвой для того чтобы я осветил наконец-то эту тему а эта тема которая требует освещения нам всем нужно стараться избавиться от этого закоренелого просто годами верования того что мы не можем без еды справиться и никаким образом не будем развиваться если не будем есть каждые три часа это все ребята обман фитнес-индустрии кстати обязательно смотреть это видео ссылка будет здесь обязательно смотрите видео инсулинорезистентность которая вам позволит понять как работает система обмена вашем организме и так же я вас призываю конечно мои дорогие подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео если вы натуральный спортсмен если вы хотите жить до 100 лет если вы хотите быть активным членом общества и развивать свое тело и свой разум и свой интеллект не живите в зале будьте активными будьте разумными и двигаемся только друзья мои вперед если вы хотите идти к тому чего атмосферной рукой вам доставить Продолжение следует...